Всем привет! В сегодняшнем выпуске готовим самую вкусную бюджетную мясную закуску, которая вам заменит обычную колбасу и не ударит по карману. Поехали! Для рецепта нам понадобятся 3 хорошие мясистые рульки. Берем глубокую кастрюлю, чтобы рульки в ней полностью помещались и еще сверху оставалось место. В кастрюлю добавляем головку репчатого лука, заливаем все очищенной водой и отправляем вариться на плиту на 4 часа. Через 4 часа достаем рульки, отделяем мясо от костей и разрываем мясо на волокна. После того, как расправились с мясом, я добавляю сухой чеснок, черный молотый перец и также соль по вкусу. И немного добавляю бульона, в котором варились рульки. Консистенция мяса должна быть немного жидковата, поэтому вы уже сами на глаз регулируете количество бульона. Отставляем мясо в сторону, берем глубокую тару, которая в дальнейшем у нас будет служить формой для будущей закуски. Внутрь стелим пищевую пленку, чтобы легче было вынимать из формы и закладываем вовнутрь мясо. В процессе я заметил, что мясо немного густовато и решил добавить еще половину стакана бульона. Выкладываем все оставшееся мясо и при помощи ложки немного утрамбовываем. Закрываем сверху крышкой, либо накрываем полиэтиленом и отправляем в холодильник на 12 часов. Наконец-таки наше мясо приобрело форму кирпичика, стало очень плотным. Давайте мы его достанем и разрежем. Мясо нарезается просто обалденно. Можно нарезать на тонкие слайсы, либо на широкие брусочки. Отставляем наше заливное мясо в сторону и берем бородинский хлеб. Разрезаем хлеб на порционные кусочки, также поступаем и с мясом. Ну и какое же у нас будет завершение блюда, если мы на него не добавим горчицу. Ну что, с подготовительной частью мы закончили. Перекладываем все на тарелку и переходим к дегустации. Ну что, ребят, сегодня мы приготовили просто очень вкусную закуску, которая вам заменит обычную колбасу. Станет отличной закуской для горячительных напитков, да и просто можно покушать с удовольствием с гарниром. Так что, ребят, если вам понравился рецепт, смело ставьте большой палец вверх и готовьте с удовольствием на своей кухне. А у нас данный ролик подходит к концу. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем до новых встреч. Пока-пока.